Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузмина и проект Фаберлик Реалити. Сегодня буду делать повседневный макияж на камеру. Давно я не занималась такой процедурой на камеру. Решила сегодня вместе с вами сделать этот макияж. Итак, я приступаю сначала к нанесению базовых средств, а именно у меня здесь есть база для губ. Вот такой бальзамчик. Я его просто обожаю. Он очень хорошо смягчает губки и на регулярном основе я этим средством пользуюсь. Артикулы я вам потом вставлю в это видео, потому что не все артикулы указаны на упаковочках, некоторые на коробках указаны. Все, губки смягчили. Теперь я наношу праймер. Вот такой у меня серии Do the Best есть. И я его буду наносить с помощью пипеточки на лицо. Такой гелеобразной текстуры. Я, как правило, средство всегда наношу сначала на руку, а с руки разношу по лицу. Мне так удобно. Вот кто как привык. Я вот так привыкла. Это на самом деле никак не влияет на качество нанесения, на сам макияж. Просто мне так удобно. Я так привыкла. Уже скоро надо красить волосы. Опять повылизала седина. Все, праймер нанесла. Теперь нанесу праймер на веки, тоже из серии Do the Best. У нас вообще целая серия средств для прям макияжа. И я вот сюда вот нанесу. Разношу пальчиками. Тоже мне нравится наносить макияж с помощью подушечек пальцев. Потому что при соприкосновении с теплотой кожи текстуры становятся пластичными. Лучше впитываются. Меньше их надо, кстати говоря. Вот так вот. Это как база для нанесения теней. Теперь, конечно же, буду наносить тоналку. Тоналкой я сегодня воспользуюсь вот этой. Тоже из серии B&T. Она с таким легким эффектом подсвечивания изнутри. Тоже все наносим сюда вот на руку. Я, кстати говоря, давно не пользовалась. Вот столько. Потому что как-то все я жилье наносила на лицо. Тональное жилье. Мне оно нравится. Оно такое легенькое. Но вот сегодня я вспомнила про эту тоналочку. И мне ее, кстати говоря, не хватает. Тоналку можно наносить разными средствами. И специально есть спонжик. Но для нанесения тоналки есть подушечки пальцев. Косметический спонж, которым я тоже часто пользуюсь. Где-то он у меня даже под рукой был. А нет. Не под рукой. В общем, разными способами. Но можно и вот таким. Как это делаю я сейчас. Еще об этом. Давно я ее не пользовалась. Смотрите, она у меня немножечко как бы так застоялась. Ничего страшного нет. Чем она мне нравится. Она имеет достаточно такую пластичную текстуру. Очень хорошо распределяется. Комфортное ощущение. И действительно она вызывает такой легкий эффект. Подсвечивание хуже изнутри. Видите, кожа как бы такая вот с подсветкой. Это освежает очень хорошо лицо. И в том числе она ровненько ложится. И скрывает все недостатки кожи. Посмотрите, вот сразу кожа как посвежела. Мне очень нравится эффект от этой тоналки. Вообще-то тоналка замечательная у нас. Так. Сейчас ручки немножко обработаем. После всех этих процедур. Все. Теперь пудра. Пудрой я тоже буду пользоваться из серии Glanty. Вот так у нас выглядит. Кстати говоря, вот эта пудра у нас сейчас идет по очень хорошей цене. 399 рублей в ценах каталога. И уже на протяжении многих каталогов такая цена на нее держится. Поэтому вот такой оттенок. Здесь еще спонжик. Но я им никогда не пользуюсь. А буду пользоваться кистью. Вот широкая кисть пушистая. Набираю вот так хорошо. Стряхиваю. И наношу на лицо. Хорошая пудричка. С хорошим матирующим эффектом она. Тоже мне нравится. У меня много пудры. И в том числе от компании Biosi. И была у меня рассыпчатая пудра. Вот недавно закончилась. Прям осталось совсем-совсем немного. Мне тоже она нравилась. Сейчас у нас рассыпчатых пудр нет. Насколько я знала. Компания. В общем, вот такое хорошее перекрытие. Меня все устраивает. Так, корректор я сегодня не наносила. Может быть и надо. Хоть и приподрила лицо. Ничего страшного. Вот такой корректор из серии Бьюти Лаб. У меня. Вот может быть чуточку вот сюда поверх прям нанесу. И вот эти синячки перекроем. Потому что у меня вот эта зона нижнего века, она, наверное, одна из самых проблемных. Хотя у большинства женщин после 40 эта зона становится такой достаточно проблемной. Так, ну и пистью тоже пройдусь. С остатками пудры. Ну вот, теперь уже вроде как получше. Так. Ну что, приступаем к следующему этапу нашего марлезонского балета. У меня сегодня под руками такое ограниченное пространство. Поэтому все лишнее и ненужное я отставлю в сторону. А мы будем с вами заниматься коррекцией лица. И с этой целью я буду использовать средства из нашей палетки. Одна из самых любимых, наверное, палеток у меня. Из самых ходовых. Это уже вторая палетка. И в этой палетке, как и в первой, у меня рассыпался хайлайтер. Упала палетка на пол. И хайлайтер разлетелся в грызг. Но я им не пользуюсь. Очень редко пользуюсь хайлайтером. Набираю бронзер. Немножечко вот так. И корректирую лицо. Уточку такую делаем. Потому что у меня достаточно широкие скулы. И для того, чтобы их скорректировать, я использую вот этот корректор. Видите, прям эффект такого подтянутости получается лица. И все, что лишнее, я широкой кистью убираю. И еще по овалу лица. Можно тоже так пройти с остатками. И еще надо нанести румяна. Румяна также использую из этой палетки. Вот эти они мне тоже очень нравятся. Они достаточно пигментированные, поэтому здесь с ними нужно поапкуратнее. И на щечки наносим. Сразу лицо заиграло. Посвежело. Смотрите, сразу какой эффект. Замечательно, мне нравится. Я, конечно же, с возрастом гораздо чаще стала пользоваться макияжем, средствами для макияжа, потому что надо уже скрывать то, что не нужно. Хочется выглядеть всегда хорошо, свежо. Конечно же, декоративная косметика компании Фуберлик нам в этом помогает. А у меня еще и скидка 26% на весь ассортимент. И еще и подарки за свои покупки получаю. И еще и зарабатываю на этом. Если у вас будет такое желание пользоваться продукцией со скидкой, получать подарки, активная ссылочка есть под данным видео. А я продолжаю делать макияж, но уже то, что получается, мне нравится. Теперь мы с вами будем корректировать брови. И с этой целью я использую вот такой карандаш от компании Биоси. Карандаш очень мне нравится. Он идет с кисточкой. Кисточка прям замечательная. Очень хорошо она расчесывает бровки. И вот так выглядит сам карандаш. Он в самом светлом у меня оттенке. Давайте я буду корректировать брови. Вы сейчас увидите, как он хорошо заполняет пустоты. Чуть-чуть удлиняю хвостик у брови. Выделяю вот здесь головку. Прорисовываю. Смотрите, как он бровку прорисовал. И в то же время ее хорошо видно. И она не бросается прям так в глаза. Как если бы мы это делали, например, более темным карандашом на контрасте. Ну, мне кажется, особенно в возрасте, когда женщина, то не стоит пользоваться слишком яркими такими средствами для подчеркивания контура бровей. Потому что, на мой взгляд, все такое темное, черное старит. Молоденькой девушке, да, в качестве эксперимента, какой-то экстравагантности. Это делать можно, чтобы выделиться, чтобы ярко быть. И то. Мне это не нравится. Всегда это как-то очень резко. Все-таки макияж должен украшать. Он не должен быть кричащим и не должен выделять отдельные части нашего лица. Все-таки все должно быть гармонично. Ну, вот так вот. Коррекция бровей с помощью карандаша. Карандаш мягкий. В то же время он и скользит хорошо, и прорисовывает недостающие волоски хорошо, и ничего лишнего не оставляет. Так что карандашик нравится. Так. Мы сейчас закроем вот эту часть. И, вот видите, я кисточкой прорисовываю. Прорисовываю. Даже не прорисовываю, а просто расчесываю бровки для того, чтобы вот все, что я прорисовала, равномерно распределилось. И чтобы волоски в разные стороны не торчали. Ну и все. Окей. Так. Теперь мы приступаем с вами к макияжу глаз. И, конечно же, с этой целью я буду пользоваться тенями. А тени у меня вот такие. Вот из такой палетки. Это новая палетка Жордин. Очень она мне полюбилась. Видите, как активно я пользуюсь. Практически каждый день я сейчас делаю макияж с помощью этой палетки. И что я буду делать? Я беру вот этот оттенок. На самом деле он более яркий, в действительности, нежели вот сейчас. Он прямо здесь такой светло-бежевый, а на самом деле он бежевого цвета. Прямо средне-бежевого. Я его набираю. И это матовый оттенок. И буду наносить его вообще вот по всей поверхности верхнего века практически. До уровня брови. И с другой стороны идентично. Как бы такую подложку для других оттенков не создаю. Так вот видите, такой легкий розовый оттенок он имеет. Несмотря на то, что кажется бежевого цвета. А когда он ложится, то он с легким розовым оттенком. Этот оттенок мне очень нравится. Теперь я прорисую стрелочку. Вот такой возьму тоже наш карандаш для прорисовки стрелочки. Вот такой коричневый. И аккуратненько буду ее прорисовывать. Прямо близко-близко к краю роста ресниц. В то же время прорисовывая саму стрелочку. Даже если она сейчас будет неровная, в этом ничего страшного нет. Потому что я ее в таком виде не оставлю. Видите? А я ее буду сейчас растушевывать. Как бы и немножко меж ресничку захватываем. В то же время саму стрелочку прорисовываем. Вот так. Так. И любую стрелочку, которую я наношу таким способом, я обязательно растушевываю. Так. Для растушевки берем плоскую кисть. Вот такую для нанесения тени. и просто ей проводим. Захватываю уголок глаза и прорисовываю вот сюда в складочку. Если это получается, если хватает количества вот этого карандаша, ну, насколько хватает. У меня, видите, немножко слезка образовалась. У меня вообще глаза очень чувствительные к различным прикосновениям, к ветру. Выходишь на улицу, подул ветер, и у меня слезы градом. Представляете? На косметические средства реакции у меня никогда не было. Так, чтобы я намазала и прям слезы посыпались из глаз. Нет. Такой реакции нет. Но вот слезливости, она такая присутствует. С утра не закапала визин. Поэтому сейчас вот так вот я обычно визином пользуюсь. Сейчас немножечко уберем лишнее, чтобы не руками. У меня здесь есть палочка ватная. Лишню вот так уберем. С обеих сторон. Так, ну, вроде как, немножко растушевалась. Давайте теперь подчеркнем эту стрелочку. Вот из этой же палетки тоже я беру матовые тени и вот такой коричневый оттенок тени и прорисовываю эту стрелочку. Поярче ее делаю, потому что мы же ее как бы распределили, она уже исчезла. Для чего растушевываем? Ну, для того, чтобы макияж получился, опять же, не ярким. Но в то же время подчеркиваю глаз. Видите? И то же самое. На другой глаз наношу. И хорошенечко вот так вот прорисовываю, заводя в уголок и чуть-чуть на верхний век. Ну, как бы даже не на верхний век, а в складочку верхнего века. Так, много захватила. Здесь очень важна будет растушевка. Когда много, значит, нужно излишки убрать с помощью сухой чистой кисточки, либо их хорошо растушевать. И вот для этих целей мне очень нравится вот эта кисточка, кисть бочонок. Видите? Она такая пушистенькая. И она очень хорошо растушевывает. Я прямо вот сейчас это делаю хорошо-хорошо растушевываю. Видите? И получается такое ровное нанесение. Вот так. Можно чуть-чуть сюда объединить с нижним веком. Вот так вот. Пока так получается. Теперь я беру опять же вот эту кисть бочонок и снова возвращаюсь вот к этим нашим теням. Или теням. Я уже даже забыла, как правильно. Тени или теня. Тени исчезают в полдень, да? Но это не те тени. Это совсем другие тени. И я прорисовываю вот здесь вот участок над складкой, но не захотя прям под самую бровь. Вот здесь самую бровь мы будем порисовывать с вами другим цветом. Более светлым. И другой кистью. Кистью я беру уже более такую широкую. И оттенок синий я беру вот этот самый светлый. Тоже камера искажает. Кажется там белым. Нет, он прям такой светлый-светлый бежевый. Оттенок. Вот видите, сколько много зла. Лишнее стряхнуло. И распределяем вот сюда. Одновременно объединяем вот с этими тенями, которые уже были нанесены. Чтобы у нас были плавные переходы. Вот так. Так. Что мы делаем с вами дальше? У меня, знаете, три зеркала. Одно здесь, одно здесь, а одно здесь. Я то туда, то сюда. Так что из камеры периодически выпадаю. Ну что ж, теперь нужно какой-то красоты вот сюда на подвижное веко. И для создания красоты вот в этих тенях есть очень интересные красивые оттенки. Пожалуйста, вот такое. Блестючка такая. Вот такая блестючка. Вот такая блестючка. Вот такая блестючка. Ну, в зависимости от одежды, от предназначения макияжа, я вот сегодня не в этой одежде буду ходить. Можно, конечно, вот эти наносить. Можно эти. Хотя и эти не яркие. Ну, каким воспользуемся? Чаще всего я вот этим пользуюсь. Вот этим периодически этим и гораздо реже этим. И поскольку мы реже не пользуемся, то давайте я его и на первую покажу. Такой он кажется ярким. Насим сюда и здесь он таким ярким уже не смотрится. Видите? Он с небольшим сиреневым таким отливом, но едва половина. действительно вот такое вот сияние сиреневое придаёт. Мне нравится этот оттенок. Да, они все хороши. Зачастую я их миксую. Если что-то меня не настроило, вот смотрите, как получается. Мне кажется, хорошо. А вы пишите мне в комментариях, как вам такой вариант макияжа, нравится, не нравится. Что бы вы еще в этот макияж привнесли? Каких бы оттенков. и еще мне хочется все-таки подчеркнуть стрелочку, потому что она немножечко перекрылась вот этими брескучими тенями. Я снова возвращаюсь вот к этому коричневому оттенку и прям вот на стрелочку вон наношу. Вот. Он подчеркнул наш глаз и вот такая стрелочка. Более ярко получилось. Все. На голову чуть-чуть. Смотрите, получается, какой макияж. Повседневный, очень такой свежий, освежающий макияж. Из-за этого он мне нравится, потому что лицо как бы светится, да, и вот сам макияж глаз, он получается очень деликатный. Хороший такой макияж. Нравится. Так, теперь губы. Я использую вот такой карандаш от компании B.O.C. Очень нравится карандаш. Просто шикардос. Мягенький, комфортный, сам скользит, очень классная текстура. Прям люблю этот карандаш и оттенок подходит для большинства помад. Помаду я буду использовать из серии Джардин. У меня их здесь две. Не знаю, сейчас какую-нибудь выберем. Одна вот такая коричневая, вот ей, наверное, я воспользуюсь, а вторая у меня такая чуть поярче. Чаще всего этой пользуюсь. Или этой, какой лучше-то. Наверное, вот эту, той, которой чаще пользуюсь. Мне она нравится. Смотрите, как здорово. У нас переливы, она тоже очень такая деликатная и переливы у нее не в тон самой помады, а они у нее получаются с какой-то такой холодной розовинкой. Очень интересная помада и очень мне нравится. Комфортная. Единственный недостаток у нее, что она имеет вкус и когда в процессе эксплуатации она попадает в рот, то этот вкус мне не очень нравится. Но я готова терпеть этот недостаток из-за того, что очень красиво у нее вот такое сияние, очень красивый тон, который мне идет. И она держится в принципе хорошо на губах. Она не расплывается, не выходит за контур губ. Здесь содержится много масел, которые очевидно дают вот такой привкус. И она очень комфортная, мягенькая на губах. То есть помада мне нравится, но есть ложка дегтя, но не самая такая уж. Знаете, я могу закрыть на нее глаза во всяком случае. А вот на что не могу закрыть глаза, это на то, что я не нанесла тушь. И тушью я обычно пользуюсь вот такой Glam Cheek. Ну, как обычно. В последнее время я пользуюсь разными тушами. Мне эта тушь чем нравится. У нее интересная кисточка. Такая кисточка фибровая очень интересная. И она практически с одного нанесения создает тот эффект, который мне нужен. то есть она хорошо длиняет ресницы, она хорошо их разделяет. Вот она у меня уже заканчивается. И когда тоже заканчивается, она конечно уже частично может потерять свои свойства. Но у меня в запасе всегда есть еще одна. Вот смотрите, я еще даже до конца не прокрасила. Я только начала красить. Сейчас поправлю все свои реснички. Они у меня все в разные стороны. Ой, лякнуть можно. Раз раз убрали. Ничего страшного. Вообще в процессе носки она не отпечатывается. По крайней мере не замечала я за ней такого. Вот видите, у меня ресница куда-то отскочила. Почему-то бывает такое, что отскакивает. Вот сейчас тушь начинает заканчиваться. Она вроде как даже отдельно реснички начинает слипаться. Хотя когда она была новая, такого эффекта я не наблюдала. Но вообще она мне очень нравится. Я сейчас вам покажу и вы почувствуете разницу между тем глазом, где она нанесена и тем, где ее нет. Немножко начинает склеиваться. Мне конечно не нравится. Это не первая тушь, это уже вторая у меня. И вот такой эффект наблюдаю именно в тот момент, когда тушь уже заканчивается. во всяком случае больше половины уже когда использована. То ли туда попадает воздух и она из-за этого начинает немножко как бы так вот становиться более густой. В общем, есть такой момент. Смотрите. разница сразу глаз стал распахнутый. это очень хорошо ощущаю. Во всяком случае мне это видно в зеркало. не знаю что там на камеру. На камеру когда красишься вообще ничего не видно. Себя не видишь, поэтому приходится пользоваться зеркалом. Это видно. И на камеру видно. вообще из туши я еще пользуюсь тушью с гибкой кисточкой. есть такая маленькая черная тушь Long and Strong что ли называется. Сейчас уже точно помню. Да, Long and Strong вот эта тушь она у меня тоже под рукой. Давайте я вам сейчас покажу как она выглядит. Ну вот эта тушь маленькая такая кисточка. Она хорошо разделяет реснички удлиняет их но одного нанесения мне как правило не хватает. Вот что я сейчас делаю. Я взяла другую тушь и стала наносить на ресницы на другой глаз. Ничего страшного в этом не вижу. Тем более что там уже чуть-чуть было той туши. поверх вот этой туши она уже как бы хорошо ложится. Вообще вот эти две туши наверное одни из самых любимых у меня фаберлик много туши я перепробовала хотя есть у нас и серия вентин такая коричневая тушь тоже с гибкой вот такой кисточкой похожей на эту маленькую она мне тоже нравится тоже хорошо удлиняет реснички но одного нанесения там тоже недостаточно во всяком случае для моих ресниц у меня такие ресницы непослушные чтобы их хорошо прокрасить и удлинить и распахнуть это нужно очень хорошо постараться я знаю что вот некоторые из вас прям вот так вот дели раз и ресницы уже встали как надо в общем вот так получилось вот такой макияж получается очень нежный освежающий повседневный классный мне нравится пишите свои отзывы в комментариях как вам такой макияж ухорошило лицо посвежело и это очевидно так давайте я немножко наведу порядок на своей голове хотя это всегда очень сложно сделать с моей челкой но уж как есть как есть я сегодня работаю на промоцблэке сейчас после обеда пойду потружусь клиенты уже меня ждут с заказами так что в общем-то я готова к трудовой деятельности на этом завершаю свое видео если оно вам было интересно полезно конечно же поставьте лайк если не подписаны на мой канал подпишитесь не забудьте нажать на колокольчик если хотите пользоваться скидкой 20% на весь ассортимент компании фиберлик и получать подарки за свои покупки ссылочка активно есть под данным видео для оформления своего личного кабинета у нас девочки еще скажу близится новый каталог ну как близится он будет действовать 14 марта и тем не менее в этом каталоге очень много будет новинок из декоративной косметики и эта декоративная косметика отличается от предыдущих серий практически 100% своей натуральностью здесь много разных средств смотрите что здесь про нее пишут 97% натуральных ингредиентов в составе и она не содержит силиконов парабенов продуктов животного происхождения парафина минеральных масел вот такой у нее будет состав очень здорово прям хочется протестировать обязательно буду приобретать эти средства и конечно же будем снова делать с вами макияж на камеру вот на этой хорошей ноте я завершаю сегодняшнее видео говорю вам всем пока-пока до новых встреч с вами на связи была Татьяна Кузьмина увидимся в новых моих видео до новых встреч